Здравствуйте, меня зовут Батова Анастасия и я преподаватель студии. Я веду классы йоги, йога-терапии и сегодня хочу рассказать про такое, на мой взгляд, очень важное упражнение планка под атлант. Атлант – это первый шейный позвонок. Мы используем слово атлант просто для удобства, потому что говорим мы про зону, которая находится у нас под затылком и она часто бывает напряжена. Напряжение этой зоны оно неотделимо от напряжения грудного отдела, потому что если мы грустим телом, то происходит вот это. И шея зажимается. И сегодня мы поисследуем, как с помощью очень простого приспособления, такого как планка, да, и наверняка уже у многих она есть, мы можем себе помочь расслабить шею, плечи и даже избавиться от головной боли. Объяснить нюансы планки под атлант мне поможет Катя, ну и соответственно планка. Выглядеть это будет примерно вот так. Вот этот край планки будет оказывать давление на мягкие ткани под затылком. Если вы положите себе ладошку на затылок и спуститесь пониже, 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 обнаружите там бугорки и ниже их уже начинается шея. Вот нам нужно как бы под эти бугорки дать опору, так чтобы планка шла как будто чуть-чуть глубже. Двойная часть планки будет в области между лопатками. Я укладываю планку. Ее вот эта длина, эта длина предплечья, то есть от лучезапястного до локтя. Мы заранее это измеряем. Кладем планку и Катя на нее ложится. Вы можете сразу затылочной костью не попасть на край планки. Затылочная кость не касается. Что тогда мы делаем? Кать, подними, пожалуйста, немного крестец, наступи стопами, поднимай таз и направляй таз в сторону пяток и немножечко к полу, пока не почувствуешь, что твой затылок встретил планку. Это движение будет по планке вниз. И сохраняя это натяжение, вы опускаете крестец. Так бывает, что контакт с планкой в районе затылка недостаточный. Это происходит, если у нас очень сильный грудной гифоз. Нам как будто не хватает опоры. Что тогда мы можем сделать? Либо книгу взять какую-то, либо какое-то одеялко сложить или валик пополам. Приподнимаем опять таз, подкладываем опору и еще разочек с ощущением натяжения мы опускаем крестец вниз и к пяткам. В этот момент, за счет того, что таз поднимается, мы перекатываемся по планке, наш вес перекатывается чуть ближе к седьмому шейному. И тогда шея уже не настолько переразгибается и легче поймать опору взаимодействия краешка планки и головы. Кать, поменялось сейчас что-то? Есть еще один вариант, что мы можем сделать, чтобы почувствовать расслабление под кромкой черепа. Вы берете ручку, карандаш, кусочек ткани любой или ремешок. Складываете в несколько раз, приподними пожалуйста голову и под край планки подкладываете, тем самым поднимая его и опять опускаете голову. Да, спасибо, Кать. И это тоже меняет контакт. Как конкретно вам сделать, это нужно пробовать. В какой-то момент, когда вы уже привыкнете к этому упражнению, вам перестанет быть необходимо дополнительная опора в виде валика, что-то дополнительное в виде ремешка, потому что область между лопатками расслабится. Когда она расслабится, она даст вытянуться шеи. Но поначалу, если вам сложно попасть вот в эту зону под кромкой черепа, пожалуйста, используйте это, это очень здорово. Мы выбрали для себя оптимальное положение и теперь можем погружаться в упражнение. В этом варианте мы можем выпрямить ноги, а можем оставить их согнутыми. Если ноги согнуты, пусть стопы будут на ширине седалищных костей, параллельны друг другу. Если вы хотите выпрямить ноги, то учтите, что скорее всего ощущений под кромкой черепа их станет чуть-чуть больше. Это нормально. Дальше можно прикрыть глаза и направить выдохи в область атланта, в область, где мы чувствуем двойную планку и представить, что с каждым выдохом тело тяжелеет к опоре. Давление планки не должно быть очень-очень сильным, таким, что вы совсем не можете расслабиться и погрузиться в упражнение, но оно должно быть чувствительным, чтобы мышцы и ткани в ответ на это давление могли расслабиться. можно сказать, что мы отпускаем напряжение, когда сдаемся этому давлению и позволяем телу становиться все более и более тяжелым. можно исследовать несколько точек контакта, одновременно их наблюдать. это зона атланта и я наблюдаю давление, которое там испытываю, никак не помогая планке, не мешая ей. просто соглашаюсь с тем, что есть. вторая зона, это область между лопатками. я ощущаю, как планка поддерживает мою спину. и получая эту опору, я могу расслабиться. это похоже на такой хороший выдох. я действительно могу себя опустить. я ощущаю вес таза на полу. и стараюсь полностью опустить все мышцы. какие-то мышцы могут сопротивляться, это нормально. возможно, их привычный тонус очень высокий, и тогда нужно время, чтобы постепенно тело научилось перестраиваться, расслабляться. как ни странно, мы можем терять этот навык, навык расслабляться. а сейчас постепенно мы его себе возвращаем. и ощущаю контакт стоп, ног с полом, рук с полом. и удерживаю эти зоны, как бы часть своего внимания на каждой зоне. периодически мое внимание может больше уходить. то в ноги, то в руки. как будто я выдыхаю то через ноги, то через руки. и вот такое распределение внимания в какой-то момент дает нам возможность почувствовать внутреннюю тишину. мысли затихают, как будто мозг переходит на другую частоту. и здесь уже нет беспокойства. дыхание, наблюдение. и все тело успокаивается. при этом планка, она продолжает работать. она расслабляет мышцы разгибателя, которые находятся под кромкой черепа, которые находятся все время в тонусе. и там может появиться такое тепло. иногда появляется легкое онемение, и это не страшно. как только вы закончите упражнение, та не менее уйдет. но оно может вам сказать о том, что да, есть напряжение, есть чем поработать, что отпускать. и сейчас мы начнем движение головой. представляю, что затылок перекатывается вдоль края планки. и как будто голова под собственным весом, она катится сама. но так медленно, чтобы мы могли исследовать каждый миллиметр области под затылком. и давайте начнем поворот в левую сторону. можно открыть глаза, можно оставить их закрытыми. мы направляем глаза влево, и за глазами двигается нос. и вся голова начинает очень медленное спокойное движение. как будто я хочу положить левое ухо на пол. я не наклоняю голову к плечу, а именно поворачиваю в бок. и доходим до уголка планки. какое-то время здесь находимся и возвращаемся в центр. и из центра позволяем голове двигаться вправо. точно так же сначала взгляд, и за взглядом развивается движение. и внизу. UK Возвращаем голову и снова идем влево, но сейчас разрешаем голове скатиться за уголочек. Как близко голова подойдет к полу, это не важно. Пусть правое и левое плечо остаются одинаково тяжелыми. Мы стараемся полностью отпустить шею, чтобы она была мягкой и как будто совсем не участвовала в движении, тогда мы отпускаем напряжение в шее. Я позволяю голове просто свисать к полу. В какой-то момент она может лечь на пол, может не лечь, не важно. Отпустите голову, отпустите шею. И опять возвращаем голову в центр. И из центра двигаемся вправо. Ощущения при движении вправо и влево могут различаться. Постарайтесь не помогать плечами, руками, ногами, напряжением в лице. Если вдруг чувствуете, что вам хочется больше амплитуды, наоборот, расслабляйтесь. Выдыхайте, представляете, как голова скатывается дальше. И с очередным вдохом возвращаем. Ощущаем голову. Таких поворотов можно сделать. Один, два, три. С какой-то стороны побыть подольше. Ориентируйтесь на свои ощущения. И когда вы принимаете решение, что упражнение закончено, поворачивайтесь на бок и вставайте. После упражнения планка под атланк хорошо сделать упражнение лифт головы. И вы можете найти это упражнение на нашем YouTube-канале в разделе мини-уроки. А также я приглашаю вас в студию на занятия. Мы вместе будем исследовать, что такое легкое, приятное, игривое, спонтанное движение. Приходите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...